Сейчас вместе с Серафимой мы будем как раз таки разбирать секреты, как можно лучше сохраниться. Косметология это SOS, это быстрая помощь, когда ты получаешь максимально быстрый результат. Патчи с микроиголками это потрясающая вещь, чего бояться это ботокс. То есть прям это для тебя нормально? Про SPF очень спорный вопрос, но SPF нужен. Кожа же это по сути не особо нужный орган. Как понять вообще, когда уже пора применять какие-то инвазивные методики косметологические? Можно обойтись и без них. Это, на твой взгляд, топ продуктов питания? Сельдереевый сок. Что вы кушаете? Это квашеная капуста. Внутрь, наружу? И так, и так. Всё в желудке, в кишечнике переварится, и какая разница? Дефицит каких нутриентов самый критичный для кожи? На самом деле у нас на коже все те же самые бактерии, что и в кишечнике. Юлиан обнял, я прям почувствовал, как он с юга приехал, а его южные микробы сразу на меня. Я немножко, да, немножко посеял. Что посеешь, то и пожнёшь, я тебе сразу скажу. Всё так и есть. Здравствуйте. Привет. Привет. Очень рада здесь присутствовать, открывать марафон. Большая честь для меня. Ну что, давай сначала представим тебя, в чём специфика вообще твоей работы, чем ты занимаешься и почему косметология вообще-то круто. Ох, косметология — это на самом деле огромный дар для нас. То, что нам дано, это SOS. То есть, по сути, можно на самом деле обойтись и без неё, но это большая-большая помощь для человечества, в принципе. Почему я, собственно, люблю косметологию? Вот представьте себе, вот девушка просыпается после косметолога, подходит к зеркалу и радуется. И вот она пишет это сообщение о том, что она счастливо видит свою кожу, изменённую кожу. И вот это вот, наверное, самое классное. Ну, такой вопрос. А кожа, она же ведь не всегда в одной паре, правильно? Мы же стареем. Этот факт придётся принять, дорогие девушки. Но сейчас вместе с Серафимой мы будем как раз-таки разбирать секреты того, как можно лучше сохраниться, лучше отсрочить вот этот период. Давай разберём, наверное, типы старения вообще. Какие они бывают? Что характерно для нашего типа старения, для славянского? По мне, наверное, так сразу и не скажешь, да, что у меня славянский тип. За бородой не видно. Ну, достаточно много разных классификаций, но наиболее частая, которую все опираются, это по Кольгученко. Ещё в 1974 году была выделена классификация. Там порядка пяти видов, но на самом деле их шесть. И что касается славянской внешности нашей, это вот такие добротные большие лица, деформационный отёчный тип старения. Это такие большие маруси, у которых тяжёлый подбородок, плывёт контур. И, к сожалению, это довольно сложно корректировать. То есть очень важно профилактировать этот морфотип старения. И также это усталый морфотип старения. Это вот, собственно, я прекрасный представитель этого морфотипа. Когда стареет именно средняя часть лица, ты просыпаешься, ты уже как будто бы усталый. И опять же очень важно профилактировать это в процессе. То есть... Правильно я услышал, что когда мы говорим про отёчность, то лучшая профилактика. Это снижение веса. А если говорим про усталость, лучшая профилактика — это отдых. Здоровый сон. Правильно, отлично. Я уже могу в дерматологе записываться, из микробиологов. Всё верно, всё верно. Да. Если брать за рубежом, то азиатский, латиноамериканский морфотип — это мускульный. И это, наверное, как самый благоприятный морфотип, потому что мышца в тонусе кожи подтянутая, плотная. Если брать Европу, Америка, это мелкоморщинистый морфотип старения. Тоже достаточно благоприятный, но там своя специфика, которая заключается в том, что кожа сухая. И если делать какие-либо процедуры на сухую кожу, то это плохо заканчивается. То есть первым делом нужно сначала увлажнить кожу, потому что последующие процедуры, будь то радиоволновая методика, будь то СО2-лазер, они выпаривают кожу. Для радиоволны нужна хорошая проводимость. Для СО2 — точка приложения — вода. И на сухую кожу кожа просто обвиснет, грубо говоря. Я правильно услышал, что кому-то с генетикой повезло больше. Мы в генетической лотерее немножко в аутсайдерах. Мало того, что у нас климат холодный, так ещё и обвисает у нас всё быстрее. Но давай вот тоже поясним для наших зрителей. Вот когда мы смотрим на каких-то звёзд западных, ну я не знаю, Дженнифер Лопес, которая в свои 50 выглядит совершенно прекрасно. Вот, наверное, нам не стоит слепо копировать все её подходы к поддержанию вот этой самой красоты молодости. Наверное, тут есть нюансы, и, возможно, вообще нам не будет подходить то, что подходит ей. Это женщина, которой я восхищаюсь. И первое, что она делает максимально правильно, это гоняет лимфу, она занимается спортом. Она регулярно занимается спортом. Это то, что нам нужно. Что касается... Опять же, она представитель латиноамериканской направления её. И мускульный тип старения. Соответственно, она как можно дольше будет оставаться в форме, если будет не нарушать свой режим. Из ухода что у неё? Она использует пилинги в основном для обновления кожи. Она постоянно использует SPF, защиту. Очень спорный момент насчёт SPF. Но, тем не менее, как мы видим, достаточно хорошие результаты. На примере жиловича. Да, для нас, москвичей, SPF вообще спорный момент. А можешь расшифровать, почему SPF спорный? Ну, то есть мы все знаем, что фотостарение – это очень серьёзный фактор, который влияет на нашу внешность. Подробнее, пожалуйста. Не только внешность, но это ещё является и как… Если не использовать SPF, то можно получить враг. Процессы очень неприятные. SPF, он имеет два вида защиты. Это как физический фактор, так и химический фактор. Более безопасным считается физически. Но он такой достаточно белёсый, плотный, из-за чего его не любят использовать. Но в последнее время уже есть такие хорошие средства, именно с физическим фактором, который не оставляет вот этой белёсости. То есть на поверхности кожи создаётся плёнка, которая отражает солнечные лучи. Да, да. И, соответственно, его можно использовать и детям, и с чувствительной кожей. А химические факторы проводились в исследовании, когда обнаруживали вот эти вещества в организме. То есть проводились там, испытывали, наносили на 75% кожного покрова, и через какое-то время в моче обнаруживали. И это тоже влияет достаточно негативно на фон гормональный. Поэтому от этого стали отходить. То есть есть некое резорбтивное действие. Да, да. Но сейчас, опять же, они меняются. Сейчас совершенствуются. Молекулы меняются. Поэтому они всё равно безопасны. Поэтому... Надо отдавать предпочтение, я так понимаю, более натуральным составам. Да, в том числе. Слушай, я вот, знаешь, читал недавно книгу про кожу. И там описываются эксперименты, где, значит, женщина беременная наносит на себя какую-то, ну, конвенциональную, скажем, обычную косметику, которую покупает в магазине, а дальше берётся кровь младенца после родов. И там обнаруживается весь химический состав всего, что мама наносила на кожу. И это кажется, что мы ещё не, знаешь, как головой не очень до этого дошли. Нам кажется, что кожа снаружи, и мы не очень думаем про неё, как про такой проводящий орган, да, всё, что попадает на самом деле на нашу кожу, попадает к нам в лимфу, попадает в кровоток, с этим начинает взаимодействовать наша печень. Что-то, может быть, какие-то революционные изменения, что-то вот, что на твоей памяти как специалиста произошло в этой области? Сейчас, как я говорю, шагает медицина вперёд. Поэтому то, что использовалось раньше, сейчас заменяется на более безопасные составы. И опять же, нужно, чтобы в составах были антиоксиданты, чтобы как-то снизить эти риски, чтобы были комбинированы СПФ. То есть это должна быть как химическая защита, так и физическая защита. Ну, а если это не делать, то лучше делать всё равно. К сожалению, вот так. Потому что там свои есть негативные случаи. Слушай, ну вот и там же был разговор в этой книге про микробиом кожи. Я знаю, что у тебя как бы две шапки. Ты и косметолог, который ухаживает, делает процедуры, людям заботится о красоте. Но ты и исследователь. Да. Мы познакомились на конференции, где ты рассказывала о результатах использования метабиотиков, то есть остатков микробов для кожи. Если можно, поподробнее, вот именно в твоих руках, как ты видишь, дружба с микробами на коже даёт результаты. И, может быть, знаешь, есть ли в этом что-то неожиданное, о чём ты не слышала на лекциях в университете, когда училась? Это была потрясающая работа, очень интересная. Получила большое удовольствие. Мы исследовали метабиотики, и пациенты получали их как внутрь, так и наносили снаружи. То есть была категория пациентов с высыпаниями на лице. То есть это акне, розацы, ну, проблемная кожа, скажем так. И пациенты, когда наносили на лицо, был короткий довольно промежуток времени исследования, получали мы достаточно хорошие результаты. Понятно, что это не панацея, что это не единственный способ лечения. Мы хотели чисто посмотреть, будет ли это работать вот в нативном таком виде, без каких-либо дополнительных составов. И это работает. И это действительно помогает. Кажется, что раньше был такой подход, что прыщи, высыпания, угри и так далее, это какие-то там микробы, надо с ними бороться антибиотиками. А сейчас получается, что лучше не убивать всех микробов, а надо помогать своим. Потому что есть определенные микробы, на самом деле это сообщество, содружество. Одни, если убрать, то начнет увеличиваться количество других бактерий, будет переяснение в ту сторону. Соответственно, нужно помогать им, чтобы была нормальная микрофлора на коже. И что еще мы обратили внимание, что кроме того, что высыпания стали уменьшаться, качество кожи стало лучше. А как вы проверяете? Вот мне интересно, действительно, вот ты дерматолог, исследователь, как ты проверяешь качество кожи? Вот я знаю, что... Это по стиле есть, наверное, специально. Как это называется? Нажимаешь, смотришь, как быстро пропадает пятно, и это как-то соответствует биологическому возрасту твоей кожи. А какие у вас тесты? У нас есть потрясающая методика. Это лампа, которая светит. И в данном случае можно увидеть и пигментацию, и сосудистый рисунок, и микрорельеф, и поры, и морщины. То есть вот сейчас технологии... Прямо в цифрах получается. И в цифрах, да. Глубину морщин, количество микроваскулиризации, да? Также можно увидеть и влажность. То есть это PH-метрия, себометрия. То есть оцениваешь разные параметры. И что мы увидели? Мы увидели, что кожа действительно стала более светлая, стала более равномерной, светлится. Морщинки стали разглаживаться, и кожа более увлажненная. То есть все пациентки, особенно возрастные, они увидели, что качество кожи лучше. Хотя вроде они только добавили в свой уход пробиотики, метабиотики. Снаружи всё. И нормализовали свою микрофлору. А вот есть какие-то действительно тесты, может быть, посевы какие-то, чтобы определить именно улучшение качественной количества в микрофлоре кожи? Да, да. Есть лаборатории, которые делают исследование. Очень важно перед этим не наносить никаких составов, чтобы это не были антибиотики, чтобы никак не вклинилось в лечение. И, соответственно, пациент не умывается сутки. И потом делается пассив, который отправляется в лабораторию, смотрится, что там выселось. Аэробные, аэробные. То есть нам нужно понять баланс условно нормофлоры и патогенов. Если кожа, микробиом не в порядке, будем видеть больше патогенов. Да. Если в порядке, то будем видеть большую часть нормофлоры. Очень интересно, что у сухой кожи преобладают одни, у влажной кожи другие, на разных участках третьи. И всё это происходит, засевается изначально, вот эта микрофлора, благодаря тому, что ребёночек проходит через родовые пути. То есть вот этот процесс максимально необходим для того, чтобы было заселение. Естественное, да. Да, всё верно. Меня вот сегодня при встрече Юлиан обнял. Я прям почувствовал, как он с юга приехал, а его южные микробы сразу на меня... Я немножко, да, немножко посеял. Что посеешь, то и пожнёшь, я тебе сразу скажу. Всё так и есть, да. Вопрос такой. А вот если мы говорим про микрофлору кожи, очень интересная тема. Вот мне нравится, как мы начали копать в неё. Ну вот раньше было представление, да, что особо действительно там ничего нету. Ну то есть вот кишечник — это джунгли. Да, вот там влажно, тепло, там действительно огромное видовое разнообразие. А вот кожа — это такая, знаете, пустыня. Ничего там практически нету. Оказывается, есть. Вот насколько действительно важны те же принципы, как, например, вот для кишечной микрофлоры, когда мы говорим про видовое разнообразие. Вот когда мы говорим про кожу, поддержание видового разнообразия, поддержание каких-то конкретных, может быть, штаммов, да, которые будут защищать кожу лучше, да, защищать от воспалений, от высыпаний и так далее. Есть ли здесь какие-то, может быть, тоже открытия, ну или, я не знаю, рекомендации по вот именно как культивировать нужные нам штаммы на коже? На самом деле у нас на коже все те же самые бактерии, что и в кишечнике. Немножко в разном соотношении они расположены, скажем так, потому что кожа — это контакт с воздухом, а в кишечнике воздуха как такового нет. Соответственно, они немножко в разном количестве соотношений. Даже делались исследования, где обнаруживали в подкожно-жировой клетчатке бактерии. Да. То есть раньше думали, что она стерильна, но нет. Что касается поддержания микрофлоры. Вот, кстати, мне сейчас в голову пришла такая мысль, что пациенты после того, как делают пилинги, по сути, мы просто сносим свои микрофлоры. И там дальше кто активируется, кто первый. То же самое, вот, знаешь, хотел сказать, что мы сейчас про кишечник. Первое правило, которое... Не я один популяризатор микробиома кишечника. Я смотрю разных врачей, экспертов, микробиологов по миру. Всегда первое правило называют не мешать, не убивать, не вредить. Да, всё-таки мы верим в то, что наш организм, он целостный изначально, эволюционно. И про кожу. Вот мы последнее время, знаешь, говорим, что прямо новая парадигма заботы о коже. Давайте меньше использовать павы. Давайте меньше смывать гидролипидную мантию. Как ты вот, как врач, практический, да, практический исследователь и врач-дерматолог, видишь ли ты в этом новую парадигму, да, более бережного ухода за поверхностью кожи? Абсолютно. Конечно. Это очень важно, чтобы не вмешиваться вот в эти процессы, не усиливать, не истончать кожу. Это на самом деле очень грустно, когда приходят на приём пациенткой максимально истончённой кожи. То есть сейчас вот есть такое направление, когда очень сильно стараются, очень сильно трут, очень сильно, да, и наносят, опять же, пилинги домашние, скрабы, то есть перебарщивают с уходовыми составами. Вот. Поэтому да. И достаточно много сейчас косметических средств, будь то и сыворотки, и в составе кремов пробиотики, пребиотики, которые нормализуют флору и помогают нашим бактериям. То есть, знаете, стоит обращать внимание, что написано на банке. Ну, а если говорить про весенний сезон, вот в который мы сейчас вступаем, солнце начинает ярче светить, да, всё больше у нас открытых участков кожи, хочется порадоваться тёплому солнышку. Ну, понятно, это не про Москву. Но тем не менее. Тем не менее, да. Как меняется подход к уходу, вот опять же, забота о микробиоме и так далее, что мы делаем для того, чтобы подготовить себя к этому солнцу, избежать, может быть, фотосенсибилизации. Фотосенсибилизации. Ну, в идеале, конечно, я не знаю, насколько здесь любят инъекционную косметологию, но к солнцу нужно готовиться и в идеале сделать процедуры, которые напитают кожу, увлажнят её. И в идеале это перевитализация. Опять же, мы сейчас проговорили про СПФ, очень спорный вопрос, но СПФ нужен, и особенно, когда появляется солнышко. Мы здесь, смотри, у нас нету какой-то одной своей концепции, которой мы хотим соответствовать. Мы поэтому и пригласили совершенно разных экспертов. Если у тебя есть какое-то мнение или какая-то процедура, которая в твоей практике даёт результат, и понятно, что люди не побегут сразу её делать, но, может быть, про твой опыт, перевитализация? Био-ревитализация. Био-ревитализация. Да, вот я начала расскажу, что... Оживление кожи при помощи витаминов. Да, я на самом деле очень хорошо к этому отношусь, потому что можно принимать те же самые витамины внутрь, коллаген, когда он окажется в коже, когда сначала... Кожа же это, по сути, не особо нужный орган, и он в последнюю очередь добирает. То есть первым делом сначала возьмут органы внутренние, сосуды, а потом только достанется коже. А препараты, которые вы колете непосредственно в кожу, они доходят максимально. То есть вы получаете вот этот результат на глазах. Но, к большому сожалению, довольно часто встречаются пациенты, которые только ходят к косметологу, сделали инъекционные процедуры раз в месяц или раз в две недели, и всё, и ничего не делают. Инъекционные процедуры — это не ботокс. Да что там в составе? Пипсиды, микроэлементы, витамины. То есть это вот как про максимальное такое оздоровление. Обычно это про лицо, да? Да, да. Нет, это может быть и руки, это может быть и шея, и декольте. И, кстати говоря, часто довольно забывают про остальные части тела. То есть делают лицо, а ты смотришь на шею. Ой-ой-ой. Она выдаёт возраст. Вот. То есть косметология — это SOS, это быстрая помощь, когда ты получаешь максимально быстрый результат. А также вот другая категория пациентов, которые ничего не делают. То есть вот они сделали инъекционные процедуры, и дома ничего не выполняют. Это тоже очень важно, чтобы был такой баланс между тем, что ты делаешь дома, поддерживаешь, и у косметолога. Вот такой вопрос. Допустим, мы чувствуем себя отлично, с кожей у нас всё прекрасно, и вот вроде как нету особой потребности идти и делать какие-то инъекции. Как понять вообще, когда уже пора? Ну и в целом, есть ли какие-то рекомендации, с какого возраста примерно нужно применять, применять какие-то инвазивные методики косметологические? По показаниям. Ответ такой, что по показаниям, потому что можно обойтись без косметологии, опять же, и не прибегать к ней совершенно. Можно в домашних условиях выполнять все процедуры, но здесь вопрос регулярности. То есть я видела 60-летних девушек, которые выглядят на 40 лет, и они прекрасно, в прекрасном состоянии их кожа. Потому что они регулярно, каждое утро, каждый вечер по 20 минут делают определённые манипуляции. Они используют правильные составы. То есть можно сходить к косметологу и посоветоваться, всё ли ты правильно делаешь, что привнести в свой уход. Всё ли... Ну вот, как я сказала, есть те, кто прям выстирают кожу, вот что она тонюсенькая становится. И ты видишь, что тебе жалко становится эту бедную кожу. То есть вот знаешь, есть эта история со стоматологами. Ты приходишь не к стоматологу лечить, а ты как бы приходишь к гигиенисту, тебе наносит там какой-то состав и светит, и говорит, слушай, ты вот здесь не дочищаешь, здесь не дочищаешь, тебе вот нужно делать это и это. К косметологу можно сходить за таким советом. Превентивная косметология тоже имеет место быть, не только чинить уже выступившие прыщи, морщины и так далее. Ну вот то, что касается процедур, мы стали разговаривать, можно обойтись и без них. То есть абсолютно легко. очень важна регулярность. И, ну, собственно, да, всё про это сказала, уже отвлеклась. А вот вопрос, есть помимо каких-то уходовых процедур, есть те, скажем так, техники, да, как самомассаж, например, которые можно применять дома. Сейчас стали всё больше распространения получать различные гаджеты, там, скребки какие-то различные, да, специальные, которые можно и... Гуаша. Гуаша, скребок, да. Вот можно ли этим навредить? Нужно ли здесь сначала сходить к косметологу, и чтобы он тебя научил, как этим пользоваться? Или можно условно просто посмотреть в интернете и уже начать этим пользоваться? Ух, в интернете довольно много информации, сомнительной информации, поэтому всё-таки имеет смысл либо сходить к косметологу, либо действительно сходить на проверенные курсы, которые вам посоветуют, потому что можно навредить на лице, мышцы переплетены. И я, скорее, негативно отношусь к фейс-фитнесу, когда начинают сокращать мышцы, потому что одни ты пытаешься расслабить, другие напрягаются, и в конечном счёте можно видеть изменения не очень хорошие, скажем так. Перекосы какие-то. Да, некоторые перекосы не в ту сторону. Я больше склоняюсь к самомассажу. То есть, по сути, делается массаж в тех точках, куда колется боток, с места прикрепления мышц к кости, и мы их расслабляем. То есть, у нас с возрастом происходит гипертонус мышц. И если мы будем расслаблять, то, соответственно, у нас будет более такое хорошее, ровное лицо, лимфоток, восстанавливается, кровоток улучшается. Что касается процедур, это замечательно, на самом деле. Принцип основной такой. От центра к периферии и гнать вниз. То есть, мы должны убирать застойные явления. То есть, мы должны нормализовать вот этот кровоток, лимфоток. С утра проснулись, пробили. Пробили все лимфатические пути и направили ток лимфы. Это можно делать как при помощи приспособлений специальных, так вот. Просто с самомассажем. Конечно, конечно, с самомассажем или микротоком. Но и в целом физическая активность, правильно я понимаю, она способствует лимфотоку. Человек там сходил в сауну, в баню у него тоже. Баня, сауна – это вообще замечательно для кожи. То есть, кожа – это уже как путь очищения организма от токсинов. Слушай, про процедуры. Вот есть же разная степень инвазивности. Можно делать какие-то подтяжки скальпелем, можно ботокс, можно филлеры, есть ниточки, есть иголочки, есть патчи с микронидлами. Ты можешь там как-то вот расположить по степени увеличения инвазивности, ну и, соответственно, по возрастающему риску. Может быть, какие-то есть инвазивные, но настолько низкоинвазивные, что взвешивая риск и пользу, их спокойно можно выбирать. А есть какие-то прям очень инвазивные, где 10 раз надо подумать, что-то там отрежешь, пришьешь, через полгода, прошу прощения, оно сползет вообще все у тебя. А как было упомянуто, патчи с микроиголками, это потрясающая вещь, она действительно работает и помогает даже в работе с рубцами, восстанавливает я за руками и ногами. Это замечательно с этого действия. Вот израильская есть еще какая-то технология, когда такой аппарат прям немного пробивает кожу. Да, но здесь тоже сомнительная история, потому что, чтобы достигала эта дерма, нужно, чтобы был поврежден такой, чтобы была кровяная роса. Тогда это будет проникать чуть-чуть глубже. А поскольку контакт с кровью, все-таки это должно выполняться в кабинете косметолога при определенных условиях. Поэтому так. Но, тем не менее, идет стимуляция, все равно вы будете получать хороший эффект омоложения. То есть все равно, так или иначе, ты стимулируешься браловаться. Самое низкоинвазивное. Потом? Да. Микронидлинг. Потом, что касается как раз беревитализации, мезотерапии, когда вводятся в кожу определенные составы коктейля с препаратами. Пептиды, микроэлементы, витамины, антиоксиданты и прочее. Это безопасно. То есть если нет никаких аллергических реакций, это вполне безопасно, хорошие результаты. Далее, чего боятся, это ботокс. Это препарат, с которым надо на вы. Кому-то нужна одна единичка, кому-то нужно пять единиц. И вот это врач должен прикинуть, кому сколько нужно. Можно получить потрясающие результаты. По сути, ботокс, он что делает? Он стирает мышечную память. То есть ты забываешь, как делать эти движения. Это токсин, который влияет на рецепторы в нервных окончаниях. И они фактически... Ну, они могут отмирать даже, насколько я понимаю. Но они восстанавливаются. Все равно все это восстанавливается. Ты перестаешь морщиться. Ты перестаешь морщиться. Сигнал идет, а реакции нет. Да, через какое-то время идет перестройка ткани. Но это все рано или поздно восстановится. Главное, что постепенно ты уходишь от этой привычки. Это здорово. Следующие филеры. Вот здесь надо уже чуть-чуть поаккуратнее вмешиваться в этот процесс, потому что... Я вот метеорурка знаю, наверное, он увлекался филером. Да, там увлекался еще вопрос составов филеров, потому что надо выбирать те, которые биодеградируют, те, которые рассасываются. И если из года в год водить филеры постоянно в одно и то же место, то здесь уже будет нарушение микроциркуляции. Может фиброзироваться ткани. Вот, собственно, это мое основное направление, то, чем я занимаюсь, или занимаюсь лечением осложнений, лечением фиброза. И здесь надо выбирать и препарат, чтобы он был сертифицированный, качественный, биодеградировал обязательно. И последнее, это нити. Нити могут творить как чудеса, нити могут и натворить дел нехороших. Это коллагеновые структуры? Это и коллагеновые, и это полимолочная кислота, и это и гиалуроновая кислота. Там совершенно разные составы. То есть изначально как делали? Сначала взяли шовный материал, без насечек, без всего, вставили его, увидели то, что качество кожи стало улучшаться. Потом стали разные пробовать, добавлять, подтягивать, разные места введения. Я отношусь к тем врачам, которые положительно относятся к нитям. Надо с определенного возраста это делать, потому что вот наши славянские лица с большими-большими пастозными тканями, не поднимешь ты их нитями. Нет. Нити, они могут улучшить качество кожи, сместить ткани только на один сантиметр, не более. То есть это не хирургия. И еще плюс в том, что со временем все равно будет происходить ретракция кожного лоскута, подтяжка. То есть через год ты придешь, у тебя не будет опущения тканей, качество кожи улучшится. Сейчас потрясающие есть составы. Опять же, это должно быть сертифицировано. Все должно быть проверено от и до. Слушай, ну вот а не может быть такого, я вот переживаю за людей, не может быть такого, что вот сейчас мы как бы этим увлекаемся, все такое современное, все такое классное, а через 5-10 лет окажется, мы такие, блин, ну мы не ожидали, что за 10 лет вот такие дадут результаты. Ну вот я лечу таких пациентов, я занимаюсь фиброзными изменениями, это моя как раз направление, когда действительно делались годы в год, ставили филеры, ставили нити, причем могли немножко неправильно ставить. Идет фиброзирование тканей, уплотнение их. И мне действительно, когда я вижу вот этих наших звезд, ну точнее даже не наших звезд, а зарубежных, с фиброзными тканями, с этим можно и нужно работать. То есть получается, они идут к хирургам, вырезают, а фиброз это как рубец в тканях. Рубец на рубец, еще рубец. И оно же там не подтягивается. А эти ткани можно перестраивать, их можно лечить, восстанавливать. Хорошо, вот более серьезный вопрос. Мы вот боремся инвазивно со старением, но ведь это же еще и у нас в голове. Конечно. Да, то есть у нас есть какие-то идеалы, там чего-то на обложке, и нам кажется, что там чуть более старшее, выглядящее, ну там про мужчин мы не говорим, бог с ними, у женщин, да, выглядящее лицо, это как-то не привлекательно. Вот на твой взгляд, или из того, что ты видела в лицах, может ли быть здоровье при отсутствии инвазивных технологий, может ли здоровье быть видно через стареющее лицо, да, может ли это быть красиво. Здоровье видно через стареющее лицо. Ну да, то есть человек здоровый, он постарел, мы видим, Красиво постареть. Да, да, да. Можно ли красиво постареть по себе, Юлина? Конечно, конечно. Здоровье, оно идет изнутри, то есть надо смотреть на целостный организм, то есть даже когда приходит пациентка, ты ее оцениваешь полностью от и до, начиная от пяток, от строения позвоночника, от ее кишечника и прочего. Это же видно, когда человек ухаживает за собой. Есть такой термин инфломейнджинг, то есть это когда идет старение, с возрастом, это совершенно нормально, и это нельзя запускать, то есть это нужно отслеживать. И человек, который за собой следит, он действительно светится здоровьем, и он может быть сильным, ну опять же, Джей Ло, который следит за своим питанием, следит за своей фигурой. Это действительно здорово. А та категория пациентов, которая гонится за идеалом, это страшно, к сожалению. То есть когда приходят и говорят мне, как в инстаграме губы. И особенно, опять же, вот я что хочу подчеркнуть, что хочу как бы вытащить на поверхность, вот эту историю, что если ты лежишь на диване, или там в стрессе работаешь, или ужасно там замученный, и ешь, что попало на ходу, и при этом у тебя есть какая-то надежда, что современные суперсоставы нитей, филлеров и так далее вытянут твое лицо, то скорее это и даже и опасно, потому что то же самое воспаление, которое идёт из кишечника, будет влиять на то, как эти инвазивные процедуры адаптируются к твоим тканям. Насколько они будут долго оказывать эффект. Начать лучше с изменения образа жизни и питания, и потом уже посмотреть, а что для этого, а что ещё не хватает. Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Когда приходит человек пастозный, опять же, деформационный отёчный, первым делом его нужно продренировать. То есть когда ты убираешь лишнюю жидкость, лишнюю отёчность в тканях, уже другое лицо становится. То есть в идеале, чтобы сначала человек сходил к остеопату, выправил, всё это убрал, застой жидкости уже можно будет вмешиваться. И любые инвазивные процедуры, они будут гораздо более эффективно работать. Ну вот давайте теперь поговорим про питание, про какие-то микронутриенты, про саплименты. В общем, как мы можем помочь поддержанию красоты изнутри, снаружи? Мне кажется, это вот такая очень тоже важная тема. Это если рассматривать пирамиду красоты, то, наверное, это вот ближе к фундаменту уже область. Какие есть здесь базовые... А можно я по-другому спрошу? Вот ты в своей практике, когда к тебе приходит пациент, ты с ним как практикующий дерматолог, ты у него спрашиваешь, а что вы кушаете? Конечно, конечно. То есть прям это для тебя нормально, что ты пациент? Я просто... Вот это интересно. Я в прошлом году участвовал в конференции в Москве и в Петербурге. И дерматологи в Петербурге. И когда я им говорил про вот эту историю, что дерматолог должен в топ-5 вопросов спросить у человека, а как у вас со стулом? Было не принято. В Москве... Они такие, конечно, Дмитрий Глебович, вот так и надо. То есть я вижу, что это новая такая тенденция в дерматологии, да, не то, что там давай посмотрим, на что у тебя аллергическая реакция, да, или почему там выскочили прыщи, а просто в целом каждый раз есть разговор. Как вы питаетесь в течение дня? На чём акцент? Что злоупотребляете? Сколько вы пьёте воды? Пьёте ли вы кофе? Это, да, действительно, это очень важно. Это отражает состояние кожи. Абсолютно согласна. И вот дальше, опять же, перефразируя вопрос Юлиана, а что обычно ты рекомендуешь ввести в свой рацион? Какие дефициты устранить? На что обратить внимание? Или, может быть, направляешь к другому специалисту? В первую очередь это детокс. То есть первым делом нужна детоксикация организма, убрать всё лишнее. Тут, как я сказала, отёчность убрать. В идеале с утра это циолит. Правильно. Да, для пастозных, от высыпаний. Первым делом мы пробуждаемся и это делаем. После чего, вот что, кстати, я бы советовала, на что обратить внимание, это квашеная капуста. То есть... Внутрь, наружу. И так, и так. На тарелочке должна быть квашеная капуста, чтобы нормализовать свою микрофлору, помогать бактериям. То есть они будут нормально функционировать. Пробиотики, пребиотики. То есть это отруби для того, чтобы бактерии нормально питались свои собственные. Потом уже можно давать какие-то витамины, БАДы, что-либо. Оно будет нормально усваиваться, потому что свои собственные бактерии будут полноценно функционировать и будут нормально всасывать всё это в организм. Слушай, а вот, Коля, ты уже заговорила про детокс. Мы же тоже знаем, что кожа, в том числе и органы детоксикации. Да, абсолютно. Видишь ли ты такое? Или можем ли мы так сказать, что если детоксикация плохо работает через печень и кишечник, то у нас больше, ну, простыми словами, гадости всякой стремится выйти через кожу, и это нам абсолютно не помогает. Да, да. Кожа хуже становится, да? Кожа и внешне становится хуже. Это и сероватое оттенок лица, и морщины, и отёки, и высыпания. То есть первым делом, когда проходит детокс, первое, что мы видим, это улучшение качества кожи. Абсолютно согласна. И, как я сказала выше, баня. То есть если нет противопоказаний, нет куперозных процессов, никаких розаций, если с сосудами всё хорошо, то баня – это способ хорошего потоотделения, тренировки, детокса. То же самое, знаешь, интересно, у одного идеолога современного спорта или физической нагрузки, мне понравилось, он сказал, вообще не важно, каким вы занимаетесь спортом, если вы хотя бы раз в день делаете физические усилия такие, что вы потеете, значит, как бы у вас всё в порядке с физической активностью. Я подумаю, господи, даже я вот там думаю, часто говорю о здоровье и так далее, но бывают дни, когда я не делаю такое количество активности, чтобы вспотеть. А это, кажется, естественная функция вообще нашего организма. И кожа, она ждёт от нас достаточное количество активности, чтобы вот этот процесс выделительный вместе с токсичными соединениями произошёл. Ну, а какие могут быть саплименты, наверное, наиболее важными для кожи? Дефицит каких нутриентов самый критичный для кожи? Вот давай, если мы уж выстраиваем эту пирамидку, да, вот пойдём к самому такому базовому. Сказала, я бы сделала акцент на белке. Так. Потому что при недостаточном количестве белка полноценно не будет синтезироваться коллаген, не будет синтезироваться эластин. Опять же, если девушка не ест мясо, то от процедур, которая стимулирует коллаген, она получит очень маленький результат. Далее, это витамин С, который влияет также на синтез белка. Что бы ещё хотелось отметить? Диасмин. Диасмин – это действующее вещество в разных препаратах, которые являются… Есть такие вещества металлопротеиназы, которые разрушают коллаген. Так вот, он нормализует работу этих металлопротеиназ и является венотоником, венопротектором, нормализатором сосудистой стенки и лимфатической стенки. То есть, опять же, с возрастом что у нас происходит? Даже вот в предклимактерическом периоде у женщин в первую очередь страдают сосуды, а потом это отражается на каких-то органах, на системах. И в первую очередь нужно защищать сосудистое русло. Тоже вот суперинтересно. Мы с Юлианом познакомились на таком общественном проекте, который был посвящен сердечно-сосудистому здоровью. У нас страна до сих пор в мировых лидерах по сердечно-сосудистой смертности. И что-то рано происходит, и количество человека, процентность очень высокая. Ну и все начинается с простых анализов на холестерин, которые мы там просто в группе людей провели и увидели, что 35+, в принципе, уже количество плохого холестерина в целом начинает в нашей популяции преобладать. И ведь холестерин – это же не только крупные сосуды, которые от печени к сердцу, к голове переносят кровь. Кожа тоже питается из тех же самых сосудов. Если у нас есть проблемы с сердечно-сосудистой вот этой историей, которая простым анализом на холестерин меряется, мы же будем видеть и затруднения в питании кожи. Абсолютно согласна. Из саплиментов спорят, говорят, что коллаген как добавка особенно, это какая-то, вот часто слышу в последнее время, недоказанная история, не могу для себя даже понять, почему. Ну, говорят о том, что вот вроде как всё в желудке, в кишечнике переварится, и какая разница, что ты ешь коллаген или там... Да, я вижу какая-то там война разных компаний происходит на фоне вот этого информационного. Вот ты как в практике своей, скажем так, использование коллагена в виде добавок работает, не работает? Обязательно, обязательно. Особенно если мы занимаемся, опять же, коллагеностимуляцией, сделали какую-то процедуру, в течение двух месяцев я назначаю коллаген. Понятно, что сначала, как я сказала, органы всё это подъедят. И очень важно его принимать с витамином С, очень важно его принимать натощак, чтобы он нормально усваивался. У меня жена, знаешь, как делала? Она ночью просыпалась мелкая, была мелкая, она там просыпалась поесть молока, а мама в этот момент... Потому что это самый оптимальный, то есть ты вдали от всех остальных, максимально вдали от всех остальных приёмов пищи. Она шла спать, заваривала себе коллаген, Дуся просыпалась поесть, и она в этот момент коллаген выпивала, прям суперэффективный способ, как лайфхак для беременной женщины. То, что касается гиалуроновой кислоты, то же самое, говорят, что она не доходит. Проводили исследование, вмеченные гиалуроновой кислоты, она так или иначе, её было видно, что она всветилась в кожу. А вот, кстати, гиалуроновая кислота, я, знаешь, для себя раскопал, открыл для себя лично, потом понимаешь, что это просто биохимия, так работает, что гиалуроновая кислота в огромных количествах вырабатывается в более глубоких слоях нашей кожи. Для того, чтобы она вырабатывалась, клеткам нужен сахар. Из этого следует, что инсулинорезистентность это враг здоровья кожи, то есть выработки гиалуроновой кислоты. Опять же, смотрим на пациентов с сахарным диабетом, видим, у них серьёзное ухудшение кожи, и отвечая тоже на вопрос Юлиана, все инсулиносинситизирующие технологии, там альфа-липоевая кислота, инезитол, про него сегодня будем ещё говорить, это всё, по идее, должно работать на нашу биохимию и на улучшение кожи. Видишь ли ты связь метаболических изменений, нарушений и улучшений с состоянием кожи в практике? Конечно, конечно, это связано. И, кстати, если брать сахар, то это один из продуктов, который надо вообще отходить, потому что он вызывает гликацию, повреждение коллагена, изменение этих структур. И, соответственно, да... А может быть, вот именно с точки зрения, знаешь, каких-то кейсов ярких, да, вот людей с метаболическими нарушениями, а что ты видишь у них на коже, как специалист? Скорость старения, там, глубины эти морщины? При сахарном диабете, да, действительно, там страдает достаточно выраженно, проявляется, и, опять же, там, деформационно-отечные изменения, и состояние морщины появляются. Но чаще у меня пациенты с розацией, с акной, то есть вот эта специфика. И чаще у меня пациенты, которые... Ну, они здоровые. В большинстве остаем, если вот так вот брать... Понятно, что у нас мало здоровых людей, но это те, кто недоедает, то есть те, кто мало... Просто в дефиците находятся. Да, они просто находятся в дефиците и недостаточно употребляют. Не хватает сил на функцию. Если говорить про микронутриенты еще, отдельно хочется, ну, вот, витамины, микроэлементы, макроэлементы. Здесь, ну, я знаю, что есть тоже, скажем, разная чувствительность кожи. Мы говорим, да, нужно восстанавливать, восполнять дефициты, но иногда мы можем переборщить. И вот, как, например, в случае с витамином В12, в некоторых случаях это стимулирует рост определенной микрофлоры. Насколько это частое явление? Да, насколько эта проблема распространена? Или это какая-то редкость, и мы скорее в дефиците, и нам нужно не бояться? Ну, в идеале, перед тем, как принимать какие-либо препараты, в идеале сначала сдать кровь и отследить их, посмотреть. Начать принимать, и через 2-3 месяца, опять же, посмотреть, какие есть изменения. То, что касается витамина В12, да, действительно, он может провоцировать высыпание акнохарактера. Проводились такие исследования, были такие наблюдения. Но не у всех просто надо отслеживать и наблюдать, есть ли такие процессы в коже. То, что касается витамина Д. Опять же, очень такой спорный вопрос в отношении витамина Д. Но это витамин, который должен быть в количестве порядка 70-100 в крови. Если мы сдаём кровь, то там, как пишется, норма 30. Неправда, это уже когда, уже на уровне кости изменяется. Это противовоспалительный фактор. То есть он будет помогать убирать воспаление. То есть если мы выравниваем это состояние, то и, соответственно, улучшается состояние кожи. То есть есть уровни дефицитов, а есть оптимальные уровни. Оптимальные значения. Когда мы говорим про референсы, обычно в лабораториях есть нижняя граница, и вроде как ты здоров. На самом деле нет. На самом деле нижняя граница, это вообще никак не здоровье. Ну, на конференциях у эндокринологов говорят, что это должно быть в пределах 70-100. Как раз эти значения. Витамин А, витамин Е, обязательно витамин С должны быть в составе, в рационе. То есть такие главные, ключевые для слизистых, для кожи витамины. Бета-каротин. Бета-каротин прекрасно, да. Пока не пожелтеешь. Всё, можно добавлять. У меня, знаешь, вопрос уже из времени, то у нас скоро закончится. У меня ещё миллион вопросов осталось. У меня вопрос немножко наперёд нашего сегодняшнего дня. мы будем говорить про женский гормональный цикл. И вот кожа, является ли она отражением нарушений гормонального цикла? Потому что я знаю, что, например, частый вопрос бывает, а в какую фазу цикла, например, у вас обострение акне? В одной фазе это нормально, в другой это как раз нарушение цикла. Или, может быть, постменопаузы, кожные изменения. Можешь какой-то быстрый нам гайд, на что обращать внимание на коже, как это может сигнализировать о том, что что-то происходит не так с женскими гормонами? Да, действительно, такое есть. И достаточно часто, что высыпание появляется в период где-то за неделю или даже в середине цикла перед месячными. И если это один-два элемента, ну, ничего страшного. Но если действительно девушку достаточно сильно обсыпает, то на это стоит обратить внимание. Вообще, в принципе, есть такое понимание, что акне... Не нужно сдавать миллион анализов, нужно действительно вылечить эту болезнь, полноценно её пролечить. А то, что касается возрастных изменений, здесь, когда женщина переходит в постменопаузу, там рушится организм, к сожалению. И вот этот момент, его важно, опять же, отследить со своим врачом и не допустить, то есть профилактировать. Очень важны биологические активы. Вот здесь вот как раз важно, чтобы подсоединялся нутрициолог и гинеколог, чтобы помочь... Натрициолог, да, конечно же. Да, чтобы помочь организму как можно дольше оставаться на плаву, потому что здесь и синтез уже коллагена другой, и важно вот этот момент профилактировать. Ещё вопрос у меня такой был из режима БЛИЦ. Вот эти 21 век, 20-е годы, со словом стресс абсолютно связанные. А кажется, что кожа — это такой как бы барьер. И я как бы смесь дерматологии и психологии. Я вот здесь слышал такое мнение, что если человек в своём психологическом поле не держит границы, и на него там очень много психологического давления и так далее, то есть всё время забираются за его границы, то у него кожа начинает реагировать как следующий там уровень его барьера. Ну, окей, такая поэтическая метафора, но из твоей практики психологическое состояние человека, его, может быть, подавленность, стресс и кожа как барьерная функция, насколько это связано, не связано, стоит обратить внимание. То есть идти мне к дерматологу по-простому или, может быть, сначала к психологу? На коже, безусловно, это отражается, и это может сказываться как и заболеванием акне, опять же, розацией, и нейродермит, и атопический дерматит. То есть действительно кожа напрямую связана с психическим состоянием. И псориаз, то есть вот чётко-чётко очень связь здесь имеется. Также большая связь имеется с результатом. То есть ты, если настроен на классный результат, то от любых косметологических процедур ты будешь получать действительно потрясающий результат. Вот это тоже очень... То есть вот эта методика советская аутотренинга, я самая обаятельная и привлекательная, она работает. Да, да. Ну, всё исходит из головы, да. Я, как психиатр по образованию, могу это только подтвердить. Ну, наверное, последний вопрос, да. Тоже давай перейдём на такой наблиц. Продукты питания. Вот на твой взгляд топ продуктов питания, которые лучше всего подойдут для поддержания красоты кожи, которые 100% для всех подойдут. 100% для всех подойдут. Мой любимый сельдереевый сок. Главное, чтобы с желудком всё было в порядке с утра. Потом это омега-содержащие продукты, льняное масло, авокадо, рыбка богатая омега. Вода, чтобы была номер один на самом деле. И квашеная капуста, о которой я говорила. Ферментированные продукты. Да, да, да. А есть ли, допустим, анти-топ продуктов? Сахар. Сахар. Абсолютно. Алкоголь как? Алкоголь это на втором месте. И, наверное, это категория таких вот солёная, копчёная, жареная. То есть экстремальная. Да, то, что действительно подрывает. Процессированная. Всё, что содержит корочку. Вот эту аппетитную, хрустящую. Источник гликотоксинов. Абсолютно. Ну что, время неумолимо подошло к концу. У нас, у меня вот записано ещё миллион пометок. Я уверен, там разрывается чат. Я бы хотел попросить наших подписчиков, да, если вам залетело, зашло и хочется поговорить побольше на эту тему с экспертом из первых рук, да, то есть это ещё раз, с одной стороны, и учёный, который глубоко занимается вопросами, там, рубцов, исследованием и так далее, и практический косметолог, который решает ежедневные задачи здоровья, пожалуйста, оставляйте вопрос. Если мы тебя пригласим ещё в наш такой рабочий эфир и зададим все накопившиеся вопросы, придёшь? Конечно. Спасибо, спасибо, Серафим. Было очень приятно с тобой общаться. Ну и я уверен, что мы ещё обязательно встретимся где-нибудь онлайн, оффлайн, на просторах Сибириан Уэллэс. Ну что ж, мы не прощаемся с вами, дорогие зрители. После короткой паузы мы вернёмся в студию, в эфир. Спасибо.